В последней серии второго сезона, Ричард крадет автобус и вышвыривает из него водителя в точности, как это проделывается в GTA. Чисто GTA, свято-то, да. Май неевной, с вами я. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео по гамбалу от Содерлинга. Да, это пасхалки в гамбале, и в этот раз это GTA в удивительном мире гамбалы. Пасхалки всем, фильмы и игры. Окей, будет довольно интересно, давайте смотреть для детей и радоваться жизни. Всем привет, с вами Содерлинг. Потому что обожаю эти ролики. Вы уже набрали 40 тысяч лайков на предыдущей части пасхалочек в удивительном мире гамбала про мемы. А потом удержите еще один ролик, как я и обещал. Ну а как только вы наберете и на этом видео 30 тысяч лайков, я сразу сяду работать на следующем. Сегодня это будет довольно-таки смешанный выпуск о фильмах, сериалах, играх и мультиках, которые не попали в предыдущие видео. Но это нисколько не значит, что сегодняшние пасхалочки будут менее интересны. Ждем. Наоборот, сегодня я расскажу вам о самых главных... С играми там очень много связанных пасхалок, прям очень много. И гораздо более сокрытых от ваших глаз о ссылочках, о которых вы могли даже и не догадываться. Например, в первой части пасхалочек я вам показывал, как Дарвин в эпизоде «Вина» переоделся в Гарри Поттера, что довольно-таки очевидно. Но ссылочка к этому же фильму была и в первой серии второго сезона. После того, как Гамбл приходит в себя после обморока, Дарвин предлагает ему съесть шоколадку, чтобы стало легче. Вот, съешь это, тебе сразу станет легче. И в точности так же сделал и Люпин после первой встречи Гарри с Дементором в узнике Аскабана. Вот, съешь, это поможет. В этом же эпизоде, когда братья грозятся на исту, отрежут голову ее любимой игрушки, под весьма необычные и очень внезапные... То ли они за пульт дрались? Нет, есть еще один. И это цитата Йода из «Звездных войн», когда он сообщает Люку о том, что помимо него в галактике есть еще один джедай. Еще одна весьма сокрытая отсылочка к Йоде была в серии под названием «Сделка». Когда Анаис уговаривает Ричарда поговорить с Николей, он задвигает свой длиннющий монолог. Все его слова, на первый взгляд, по большей части не имеют никакого смысла. Но это лишь потому, что они были произнесены вне контекста. На самом деле, Ричард сначала произносит несколько смешанных друг с другом пословиц, а затем подряд цитирует нескольких культовых персонажей. Это фраза из фильма «Поле и его мечты». Это он процитировал строку из песни группы Eagles. Окей, сука, зачем, сука, фраза? Намешают их, намешают. Кстати говоря о ней, в эпизоде «Беспорядок» Пенни говорит. Это определенно отсылка к способности погибших джедаев с помощью силы появляться в образе призраков. И даже в самом первом эпизоде удивительного мира Гамбала была небольшая ссылочка... На самом деле, как рисовка поменялась, на самом деле, с первого сезона и в последнем. Как бы, последний сезон посимпатичнее выглядит, но вот озвучка в первых сезонах была, мне больше нравилась русская имена. Когда Николь говорит... Это референс к известнейшей цитате из сериала «Фрикс энд Гикс». Видел «Звездные войны» 27 раз. Которая затем использовалась во множестве других сериалов и обозначает гика и дичайшего фаната чего-либо. Это такая отсылочка-вотсылочка, так сказать. Супер отсылка-вотсылка. Ведь тот самый фильм «Аллигаторы на поезде», вокруг которого и крутится событие этой серии, это аллюзия на фильм «Змеи на самолете». Звучит не менее экзотично, по крайней мере. Ну, хоть я не смотрел «Змеи на самолете» 27 раз, зато точно уж пересмотрел все части «Звездных войн» 27 раз, так точно. И я с нетерпением ждал выхода финального девятого эпизода саги. Но как же я был удивлен ивенту в Фортнайте, когда над островом... О, реклама Фортнайте. Ну, авторпак пушит. Ну, я лично вот не фанат Фортнайта. Банана Джои Гамбл внезапно начинает исполнять движение танца парня с рюкзаком, который так сильно был популяризирован Фортнайтом, что теперь он так и зовется «Танец из Фортнайта», к чему и была сделана отсылка. Хоть меня при первом просмотре удивилось, чего вдруг после классики они резко начали танцевать под совершенно другую песню. Вот не менее внезапное выступление Лесли в эпизоде «Треугольник» хотя бы можно было объяснить его желание похвастаться перед всеми его талантом игры на флейте. Но и это его соло вставили в серию «Не просто так», ведь это пародия на не менее внезапное и столь же эффектное выступление Рона Бургунди на джазовой флейте в фильме «Телеведущий». А, да? Это тоже отсылка? Планеты в серии «Вопрос» также запели не просто так, ведь это самый вопрос, который задал вселенная Гамбл, это «В чем смысл жизни?» И на тот же вопрос отвечает галактическая песня и в фильме «Монти Пайтон. Смысл жизни». Даже сам трек по мелодии очень похож, только вот в Гамбле он был ускорен раз в десять. И это далеко не единственная отсылочка на «Монти Пайтона». В эпизоде «Эффект бабочки», когда конструкторному человечку отрубает руку, он говорит, что это всего лишь царапина. То же самое произнес и «Черный рыцарь», когда ему отрубили руку. И когда директор Брауна и его компашка в серии «Интериор» предваряются, словно они едут на лошадях, еще и прицокивая к тому же. Это также референс к «Монти Пайтону и Святому Граалю». Да и в серии под названием «Цветок», момент, когда Пенни видит бегущего вдалеке Гамбла, это пародия к подобной же сцене того же фильма. Кстати говоря, в этом эпизоде была еще и аллюзия к фильму «Экзорциз» 73-го года, ведь Кэрри, Пенни, Дарвин и Лесли точно так же пытаются изгнать ревность из Гамбла. Говоря о фильмах ужасов, заметили ли вы, что смех черепахи из серии «Щенок» невероятно напоминает смех Ганнибала Лектора? Если же это не так... Ну это не смех в Корее, это он просто типа... Как типа... Припугнул звуками. К объясните-ка, с чего бы еще черепаха внезапно умела смеяться? Вы посмотрите, даже выражение лица такое же. А в тот момент, когда черепаха вылазит из озера и в сито в сторону Гамбла, на фоне можно услышать музыку из культового фильма «Психо» 60-го года. А ну это да. И даже крик такой же. Так не кричали даже Ричард и мистер Робинсон, когда их заперли в мусорном баке в эпизоде «Датчик». Даже несмотря на то, что вся эта сцена – пародия на серию фильмов «Пила». Но серьезно, они запрели, так сказать, в маленькой комнатке, а по видеозаписи им дают подсказку, как же им отсюда выбраться. По-любому отсылочка, пускай и не столь очевидная. Вот это они передрягнули. Мы начинаем с вами игру. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ааа, да-да-да-да. Ааа, да-да-да. Мы смеем все эти фильмы ужасов и прочих. Нельзя, чтобы бог отбежать, блин. Слывается к невероятно нелепому моменту из фильма «Прометея», в котором герои умирают лишь потому, что не отбежали в сторону от очень медленно падающего на них корабля. И такие случаи происходят только с Гамбалом, вы заметили? Вспомните только, как он чуть не задохнулся от воображаемого им же космоса в серии «Прокрастинаторы». Ну когда очень хорошая фантазия. А слова о том, что в космосе никто не услышит двоих криков, это прямая цитата и слоган первого чужого. В эпизоде «Звезды на холодильнике» была и весьма интересная визуальная отсылка на «Хищника», пародирующая момент оригинального фильма. И также в серии «Хэллоуин» пародируется еще один культовый фильм ужасов. Кульминация этого эпизода, в чьи некоторые главные герои и весь дом, в котором они находились, засасывает водоворот, в точности отсылаясь к финальной сцене фильма «Паутергейст». В этой же серии была отсылочка и на фильм «Вторжение похитителей тел», ведь реакция духа на то, что Гамбл и Дарвин смертны, в точности такая же, как и в опале этих существ. Более того, стоило главным героям стать привидениями, они на какой-то момент похищают тело Тины. Но только вот управляют они им вовсе не так ловко, как существа из фильма. Таня, нормально. Это напоминает управление персонажем в игре «Куоп», которая и была сделана аллюзия в этом моменте. Но это точно отсылочка, весь сходство просто нереальное. Да и создатели Гамбла просто обожают считать отсылочки на всякие игры. К играм у них отсылок очень много. Еще с первого сезона. В эпизоде «Поцелуи» Гамбл совершает прыжок в веры, в точности, как это делает главный герой в «Ассасин Крид». О, «Ассасин Крид». Я играл только в этом. На «Писпишке» помню в «Ассасин Крид» я только прошел, и то не до конца. В первый или во второй я играл. А так как-то не фанат никогда не был в «Ассасин Крид», да. По самможествам ящичков, из которых исходит жуткий голос, это референс к сцене в морге в игре «Бэтмен Архимасилум». Как же больничная страна! В эпизоде «Имя Анны», сидящая в гигантском зеленом ботинке, это аллюзия к башмаку Гумбы и Супер Марио Бросс 3. А вся эта серия... Ну, а Ли, Марио Мейкер, тоже он уже есть. Мне нравится, что к «Спейс Инвейдерс» отсылка даже... Как его? Персонаж из главных. Это было еще одна, довольно-таки интересная ссылочка, которую не так уж и просто заметь. Когда семья Вотерслов поднимает свою машину на лифте и останавливается чуть раньше не на своем этаже, Ричард предлагает поехать с ними. И я поеду в следующем. Точно такой же диалог произошел в «Охотниках за привидениями», когда мужчина, увидев чудика в лифте, сказал, что лучше уж подождет следующего. Затем, выехав на верхнем этаже, Вотерслов на всей скорости пробивает окно и летят прямиком в дренажный канал, поездка в котором уже отсылает нас к фильму «Ограбление» по-итальянски. О погоне на машинках для стариков в эпизоде «Часы», включая в лифт, в конце, после медленного столкновения, пародирует погоню на гольфкарах в фильме «Тайный брат». Как даже Уотерсона в серии под названием «Машина» оставляет вмятину на тачке мистера Робинсона, он цитирует и пародирует Большого Лебовски из одноименного фильма. Видишь, что случилось? Видишь, что случилось, Ларри? Это, что случилось, когда ты разговариваешь с гейлордом. Это, что случилось. А в последней серии второго сезона Ричард крадет автобус и вышвыривает из него водителя в точности, как это проделывается в GTA. Чисто GTA, свято-то, да-да. Кстати, было еще парочка интересных отсылочек в течение мультсериала. Например, в эпизоде «Поделка» необходимо найти голубей для Элисон, чтобы... Завести до конца любую игру. А, ну да, в GTA там то ракушки собираешь, то закрасываешь граффити, да-да-да. Это референс к четвертой GTA, в которой Ника было необходимо убить 200 голубей, чтобы на 100% пройти игру. А когда в серии ревиза, Кире Биздера, Ричард Гамбл и Дарвин ожидают Николь, сидя на машине, это уже аллюзия к Виталии Сан-Андре. А финал этого же эпизода, когда главные герои наконец раскрывают хитрый план Анаис, пародирует концовку детективного фильма «Подозрительные лица». А когда Анаис вместе с братьями в обезоте сокровища приходится убегать от преследователей по полю, сцены от первого лица пародируют моменты из фильма «Знаки». Ну а те знаки руками, которые Николь показывает Анаис в ответ на ее отказ переодеваться в серии «Яйцов», в точности повторяют жесты домохозяйки из фильма «Разборки в стиле кунг-фу», которыми та угрожала брату Суму. Ну а когда уж Гамбл решил защитить свою младшую сестренку в эпизодии Саппинетсона, он учит кейму уже культовую фразу Гаммера Симпсона. Ее же он вновь произнесет в серии «Поручение», когда Крис Моррис врубает пожарную тревогу. Ну к Симпсону тоже кто-то ссылок, конечно, много. А в эпизоде «Подражатели» уже гораздо более подходящий персонаж на эту роль, так сказать, подражает Гаммеру, стоило ему услышать о вкусной еде. Ну так, это вообще еда, это его жизнь, блин. Он и есть это. И в серии «Урок» Гамбл и Дарвин, чтобы выглядеть старше, дорисовывают себе волосы на висках в точности, такие же, как и уже облысевшего отца семейки Симпсонов. Ну а в эпизоде «Настоящий мужик» Ричард уже копирует Нельсона, а точнее его смех, показывая свое недовольство по отношению к новому парню ее мамы. А когда же пришло время для соревнования по танцам для этих двоих, по решению Гамбла выигрывает именно Луи, ведь... Настоящий мужик не танцует. Да, это отсылочка к фильму «Вход и выход». Мужественные люди не танцуют. Сюжет же всей этой серии пародирует эпизод мультсериала «Царь горы» под названием «Невыносимая слепота», в течение которой происходит абсолютно такая же ситуация, ведь в гости хилом приехала мать Хэнка со своим новым ухажером. Говоря о мультиках, в эпизоде «Волшебная палочка» Это же «Стар против сил зла», да? Это же палочка со «Стар»? Это самая палочка, невероятно похожая на волшебную палочку из... Она похожа на палочку со «Стар против сил зла» Простите! ...волшебных покровителей. Учитывая то, что создатели Гамбла могли нарисовать любую другую, хоть самую обычную палку, назвав ее волшебной, эта отсылочка вполне вероятна. А в серии «Забвения» Гамбл и Дарвин летят сквозь пустоту благодаря спрею волос, что невероятно напоминает совместный полет по космосу, Вали и Гейл. О, такой красивый момент, очень красивый. А сцена полета на метле в эпизоде «Гигант» была срисована с аниме «Ведьмина служба доставки». В серии интернета... Так, кстати, не посмотрел это аниме. Скажите, пожалуйста, как вам аниме «Ведьмина служба доставки»? Прикольное или интересное? Вроде это же Миядзаки делал. Если Миядзаки делал, то должно быть классно. Время скрывают лицо интернета и показывают лишь его руку. Это референс к доктору Клои, старенького инспектора гаджета, чью внешность так и не показали зрителям в течение мультсериала. Но в эпизоде «Кто главный» была аллюзия даже к Бен Тену, а точнее к сюжету одной из его классических короткометражек, по сюжету которой хитрый Бен решил воспользоваться своей силой не по назначению, из-за чего он застрял в автомате, причем в той же позе, что и Гамбл. В серии «Яйцо» Билли говорит, что его любимое шоу – это «Пожарный вид», и это пародия на детский мультсериал «Пожарный Сэм». Ну а в эпизоде «Киборг атакует» мы узнаем о том, что Боберт мечтает стать обычным мальчиком, точно так же, как и Пиноккио в сказке и диснеевском мультфильме. Сюда, что-то я не просидел от параллели, а на самом-то деле он так и есть. Настоящий мальчик. А еще Боберт в этой серии произносит культовую фразу из сериала «Горец». Должен остаться только один. Останется лишь один. В эпизоде «Как попросить прощения» же в представлении Гамбла и Дарвина Боберт сражается с Тиной, тем самым… Ну так, типа, битва Годзиллы. …пандируя один из многих гигантских боев Годзиллы. В этой же серии Гамбл и Дарвин пародируют еще и знаменитое «Оу, Мордекай и Ригби». А во время так называемой драки Гамбла и Дарвина звучит музыка, ну очень похожая на то, что играла во время известного боя Кирка и Спока в Стартреке. Окей. Это ссылочка к фильму «Агент Джонни Инглиш», в котором шпион пытался прервать коронацию злодея. Но настоящая вражда между братьями происходит в эпизоде «Предатели». Даже скатившись с лестницы и очень сильно ударившись, Гамбл и Дарвин из последних сил продолжают друг друга шлепать. Это алюзия к фильму «Война Роуза», в котором даже после падения люстры на ненавидящих друг друга супругов, они продолжают бить друг друга даже в последние секунды перед смертью. Но зато в серии «Урок» ради побега из школы Гамбл и Дарвин готовы даже спрыгнуть вместе с крыши, тем самым пародируя фильм «Копы в глубоком запасе». Правда, у этих ребят все никак не обошлось лишь стенниками и… Блин, я вообще не смотрел «Копы в глубоком запасе». Блин, неплохой вариант. Ты знаете, позадил этот видос такой, ммм, прикольные пасхалки, и еще такой, так, это надо посмотреть, это надо посмотреть. Ну а вот у Антона Первого и Антона Второго был шанс выжить, когда они оба схватились за ладошки Гамбла, повиснув прямо над водой. Но остался в живых лишь один из них, в точности, как и в фильме «Добрый сынок», в котором матери пришлось выбирать, кого из сыновей спасти, ведь обоих вытянуть у нее никак не удавалось. А когда Дарвин сам лично жертвует собой ради брата в эпизоде «Звезды на холодильнике», когда он наступил на ловушку и потом просит Гамбла оставить его, это уже референс к фильму «В тылу врага». В серии «Кинопленка» Гамбл оделся как Рэмбо, а в эпизоде «Поединок» надел очки, чтобы прикрыть свой пингал, как сделал и Дэниэль в фильме «Парень-каратист». В этой же серии Дарвин произносит... Ничего страшного, мы можем его укрепить, улучшить, сделать быстрее, сильнее! Эта ссылочка к сериалу «Человек» на 6 миллионов долларов, в котором главного героя улучшили, а чего он стал лучше, быстрее и сильнее. Бедный Гамбл, я помню эту серию «Беталага». Гамба уже в эпизоде «Конец света» цитирует «Крестного отца». А Дарвин в серии «Проклятие» свои фразы отсылается к нам в будущем. Да, поменялась, конечно, рисовка конкретно. И еще одна пасхалочка к этому фильму была в эпизоде «Мартышкин труд», когда Ричард цепляется за машинами Симеан так же, как это делал и Марти Мокфлай, пытаясь забрать убив аль монах во второй части. Вечно бедному Ричарду достается. Например, в эпизоде «Семейные при...» Ну, как бы Ричард ничего особо-то и не делает. Хотя нет, там же была одна серия о том, как он детей, типа, воспитывает. Пол Уотерсона в Гамбу и Дарвина отправляет поплавать спящего отца на матрасе. Точно так же девушка поступила со своей же мамой и в фильме «Ловушка для родителей». Прикалываться так, конечно, легко, но стоило мальчикам забудиться в лесу и путь обратно им найти было довольно сложно. Даже несмотря на то, что ветер им подсказывал. Это, кстати, отсылочка к фильму с самолетом, поездом и автомобилем, где главным героям сквозь громкий ветер кричали то же самое. И после такого не мудрено, что в эпизоде «Усы» Гамбу и Дарвин захотели стать взрослыми. А, там, где они, типа, мужиками стали. Здоровыми такими. Их желание сбылось, но спустя какое-то время ребята осознают, сколько же прелести и радости в том, чтобы быть ребенком. Тем самым полностью повторяя сюжет фильма большой. Лучше просто наслаждаться детскими годами, где взрослые только и делают, что ходят на работу, а вечером сидят перед телевизором. Не надо, я не смотрю телевизор. Телевизор вообще... Зачем нет времени на телевизор? Бабушка Джорджа в эпизоде «Поцелуй», которая целый день смотрела сериал про шерифа Магграфа. И если прислушаться к интро этого шоу, можно заметить, что мелодия практически идентична доставке сериала «Место преступления Майами» про криминалистов, которые раскрывают преступление, как и шериф Магграф. Ну а да, похоже очень. Хэссион, это и есть отсылка, да. Вот именно. Вот именно. Как он сейчас замечает пасхалки? Иллюзия к финальной сцене Фореста Гампа. Это была последняя пасхалочка на сегодня, но все еще далеко не последняя. Капец вы в пасхалке. Ну и все, действительно, все ошибаются седьмой. Самые тайные пасхалки, которые намного глубже, сложнее и интереснее даже сегодняшних, не столь уж заметны. И если вы хотите еще в выпуске об осылочках в этом мусике, то мы будем на этом видео 30 тысяч лайков. И тогда я сразу сяду готовить следующий выпуск. Пускай он и не выйдет так же быстро, как этот, потому что мне его еще и сделать надо, но я постараюсь с этим сильно не затягивать. А на этом сегодня все. С вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр. Круто, круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите подписывайтесь на канал Содерлинга, ставьте ему лайки, он заслужил, потому что очень крутые ролики, очень большая работа проделана над этим роликом. Интересно, интересно, что там еще за пасхалки будут. Видео классное, видео классное. Мне понравилось очень. Поэтому, наверное, приходите, ставьте ему лайки, пишите ему комментарии. А если вам нравятся мои ролики, если вам нравятся реакции, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь. Говорил? Наверное, да. И у меня есть спонсорская подписка. Можете посмотреть, какие там бонусы, если вам понравится, тоже подписывайтесь. Вот такие вот дела. Всем удачки. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»